добрый день дорогие друзья меня зовут оля добро пожаловать на мой канал сегодня мы с вами будем делать очень лаконичный но при этом органичный и яркий букет к 8 марта и давайте приступать начнем мы с розочек для бутона я беру отрезок красной бумаги размером 6 на 6 сантиметров и буду делать заготовку для бутона складываю ее пополам и срезаю края затем растягиваю немножечко по середине беру конфетки подгибаю хвостики и вкладываю конфету в заготовку бумагу как следует растягиваю и обтягиваю конфетку затем подклеиваю внизу хвостики и вклеиваю шпажку теперь подготовим лепесточки для лепесточка я беру отрезок бумаги размером 3 на 6 сантиметров и вырезаю форму капельки сложила заготовочку пополам срезала внизу края срезала сверху и получили заготовочку затем ее растягиваем по середине беру шпажку и с одного края подгибаю подкручиваем и для этого для этой розочки нам нужно всего четыре лепесточка затем подклеиваю все четыре лепесточка по кругу к своему бутону каждый лепесточек просто накладываю один на другой как видите лепесточки ложатся очень ровно образовывая красивую маленькую розочку последний лепесточек не забудьте завести под первый для чашелистика нам необходим отрезок бумаги 4 на 5 с половиной сантиметра розочка у нас небольшая поэтому и зубчики я вырезаю маленькие и тоненькие всего где-то 45 зубчиков делаю все как обычно растягиваю каждый зубчик подкручиваю затем растягиваю саму заготовку наношу клей и подклеиваю к розе и мне захотелось немножечко оттенить эту розу и я беру белую акриловую краску кисточку тоненькую небольшую и по ребрышкам каждого лепесточка прохожусь краской и получается вот такой вот красивый эффект можно подумать даже что это какой-то заснеженный мне же кажется что это просто очень красивая розочка наша роза готова букет я буду собирать в бархатную коробку обтягивала бархатом и и я сама размер коробки где-то около 15 сантиметров высота 20 сантиметров предварительно вклеила уже пенопласт обклеила его гофрированной бумагой и закрыла сезалью цветы у меня пионы с конфеткой фрера роше как их сделать я оставлю ссылку в описании обязательно переходите смотрите а я уже собираю букет сначала я 4 пиона расставляю по краям и 5 пион я вставляю по середине листики расставляю между пионами и слегка их отгибаю к низу чтобы они слегка свисали с коробки с коробочки как сделать листики видео тоже есть на моем канале если вы еще не видели переходите смотрите там я рассказываю о трех вариантов как сделать листья эти листики я делала на проволоке и прикрутила их каждый к шпажке таким образом каждый листик нам можно выгнуть в ту сторону которую нам нужно это очень удобно затем добавляю розочки которые мы с вами делали в начале видео они могут служить как вставками в букет и как и отдельный цветочек каждом букете а на самом деле можно добавлять все то что вам захочется менять цвета менять саму композицию коробку я заполняла пеноплексом несколько слоев у меня он два с половиной сантиметра в толщиной поэтому собирать довольно сложновато его очень тяжело прокалывать но есть зато плюс в том что не нужно будет подклеивать каждый цветочек потому что держится все очень надежно затем в свой букет добавляю сахарные ягодки зеленого цвета чтобы немножечко разбавить весь букет и добавить небольшие акценты вообще в последнее время в моих композициях почти в каждой композиции присутствуют сахарные ягодки это очень удобно это очень экономит время чтобы не заморачиваться над мелкоцветом и на этом мой букет готов если вам понравилось видео ставьте лайк подписывайтесь не забывайте нажимать на колокольчик всем пока пока до новых встреч